Вот нас отправили к кустам истин, алтарь Отечества. Смотрите, пожалуйста, Ампитеатр Маселла. Там дальше находится Еврейский район. И вот мы спускаемся вниз. Вот это башня Санта-Мария Инкос-Медин. Вот там должна проходить манифестация. Всё, вот Наташа. И мы идём дальше. Наши гиды. Ага, гиды снимают видео. Делаем фотографии. Вообще, конечно, что касается информации, просто полный информационный вакуум. То есть там на площади Пиаце-дель-Пополо были люди, приходили туда люди. Нам говорили, что там ничего не санкционировано. Мы не имеем права находиться там. Мы должны идти вот сюда. Тут наше место. Люди приходили, стояли, была полиция, всем говорили уходить. Ну, мы идём туда, куда нам сказали. Я тебе расскажу. Знаешь, вот эта женщина, Наташа, с седыми волосами. Вот ты вот так пройди, я тебе расскажу. Вот эта вот женщина, её зовут бабушка Маура. Вот она организовала марш матерей и бабушек. Они пешком шли в Рим с севера Италии. Так, ну, у нас, конечно, не по-берлински, Наташа, не с берлинским масштабом, нет? Да, но так немножко здесь народ собирается. Поэтому, если начало официальное в 4 часа вечера, ну, наверное, народ соберётся. Я была журналистка русская. Вы можете рассказать историю этого пространства, который вы организовали? Я задала вопрос, может ли, сеньора Маура, рассказать историю, как она смогла организовать это движение? Дика. Я, в первую очередь, обратилась к итальянским женщинам. Потому что данное правище правительство Италии, которое постоянно нарушает Конституцию, они позволили себе притронуться, прикоснуться к нашим детям. И, конечно, его прорыва, это очень много, верно, потому что... У каждого месяца. У каждого месяца. Практически целый месяц. Вы сетевали почти на ноги, Рома? Да, мы сделали тратки, но не на ноги, потому что они были слишком далеко. Мы были женщины, которые нас называли. Мы были женщины, лебитанты. Но мы смогли встретить людей, мамы, мамы, и также седачи, ассессоры. Умни и женщины из институции. Да, мы практически целый месяц шли пешком. Надо же понимать, что мы все-таки женщины, и достаточно много было женщин взрослых. Но мы имели возможность пообщаться с другими мамами, присоединить их к себе, и также общаться и с мэрами, которые нам помогали. И, соответственно, ваша сперанса, ваша сперанса, и не только для женщины итальянные, но и для женщины русские, украины, казахстане, tedеские. И, соответственно, украинские женщины, которые нам помогли, и для женщины, и для женщины, и для женщин, и для женщин, и для женщин. Я хочу обратиться к бабушкам, к матерям, что мы в первую очередь женщины. Любой национальности не имеет значения. Мы должны поднять голову, и мы должны в первую очередь уметь защищать наших детей. Синьора Маура, инвокалупо, грация tantissima. А у города антикозипонисопродута ангиперенострифили. Я врану в футуру, послану студиари, и рекоменчары лавито нормале. Грация миле. До свидания. Грация миле. Я сказала, что я очень надеюсь, на то, пока еще люди потихоньку собираются, что наши дети, они должны будут обязательно вернуться к нормальной жизни. Смотрите, пока мы приехали очень заранее, еще не так много людей подъехало, поэтому только вот монтируется такая сцена. Конечно, не будет такого количества людей, как были в Берлине. Но уже люди потихоньку подъезжают, присоединяются. Кстати, приехала Женя, только что я видела Женю. Вот наверху стоит Наташа, снимает. Только-только здесь была Женя, приехала, с которой завтра мы будем брать интервью. Вот, потихоньку люди подходят, но пока еще мало, мы заранее. Друзья, да, пока мало, но вот я сейчас поговорила с организаторами, сказали, что едут в автобусах несколько тысяч человек. Конечно, не как в Берлине, как в Берлине не будет, но сказали, что несколько тысяч из разных регионов едут автобусами люди. Поэтому следующий этап сниму через час, через полтора.